здравствуйте в данном видео будет продемонстрирован процесс управления виртуальными машинами конечными пользователями через веб-интерфейс в качестве инструмента управления в данном примере используется модуль вирт php фреймворка япс модуль вирт осуществляет взаимодействие с узлами виртуализации находящимся под управлением libvirt через расширение php libvirt для того чтобы приступить к управлению виртуальными машинами пользователь должен авторизоваться для этого осуществим ввод логин и пароль и форму входа после авторизации пользователь получает доступ к виртуальным машинам назначенному системным администратором для этого осуществим выбор пункта виртуальной машины есть меню пользователя для того чтобы приступить к работе с виртуальной машиной пользователь выбирает желаемый виртуальной машиной списка нажатием на кнопку просмотра на странице управления виртуальной машиной пользователь может ознакомиться с общей технической информацией о виртуальной машине и текущим состоянием а также осуществить управление состоянием виртуальной машины состояние приводом гибких или оптических дисков рассмотрим управление состоянием привода пользователь может подключить желаемый образ диска либо осуществить его излечений. Также пользователь может получить информацию о текущем состоянии. Осуществим управление. Для этого осуществим выбор привода. На странице управления приводом виртуальной машиной отображается текущее состояние привода. И также форма управления. Мы можем осуществить излечение привода нажатием на кнопку «Излечение». Также можем подключить диск нажатием на кнопку «Подключение». В меню управления виртуальными машинами мы можем также осуществить изменение состояния. В таблице «Состояние виртуальной машины» отражается детальная информация о текущем состоянии виртуальной машины. Также пользователь может осуществить смену состояния с помощью кнопок. Осуществим запуск виртуальной машины с нажатием на кнопку «Старт». Состояние изменилось. Теперь осуществим доступ к виртуальной машине. Для этого нажимаем на кнопку «Установить соединение». В результате открывается окно клиента с указанием имени виртуальной машины. Осуществим параллельный запуск еще одной виртуальной машины под управлением «Фридос». Также осуществим запуск и соединение консоли. Пока Windows XP еще загружается, «Фридос» уже загружен. Все, виртуальная машина под управлением Windows XP запущена. Теперь осуществим демонстрацию при остановке и возобновлении работы в виртуальной машине. Для этого в виртуальной машине «Фридос» осуществим запуск демонстрационной версии игры «Варкрафт 2». Осуществим при остановке работы виртуальной машины. Виртуальная машина остановилась. Для возобновления работы виртуальной машины нажмем на кнопку «Возобновление». Все, виртуальная машина работает. Можно работать дальше. Осуществим выход. Осуществим демонстрацию плавного отключения. Для этого в меню виртуальных машин выбираем виртуальную машину Windows XP и отправляем команду «Плавное отключение». Плавное отключение – это эквивалент простого нажатия на кнопку на системном блоке. Виртуальная машина под управлением Windows XP начинает осуществлять завершение работы с сохранением всех необходимых данных. Теперь осуществим демонстрацию жесткого отключения на премьере виртуальной машины под управлением FreeDOS. Как известно, FreeDOS не осуществляет плавное отключение. Перейдем на страницу управления виртуальной машины FreeDOS. Осуществим нажатие на кнопку на системном блоке «Аналог». Как мы видим, никакой реакции не осуществляется. Для того, чтобы осуществить жесткое отключение, эквивалент удержания клавиши кнопки системного блока в течение 10 секунд, нажмем на кнопку «Принудительное завершение». Виртуальная машина завершает свою работу в аварийном порядке. Как мы видим, изменение состояния осуществилось на то, что виртуальная машина отключена. Все, работа закончена. Таким образом, управление через веб-интерфейс виртуальными машинами предоставляет удобство, а также обеспечивает защиту конфигурации виртуальных машин от несанкционированных изменений. Благодарю всех за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...